Строительство третьего путепровода в Дагупилсе в районе железнодорожного переезда на улице Мало станет одним из мегапроектов ближайших лет. Его предварительная стоимость составляет 21 миллион евро, а на днях в СМИ появилась информация о том, что Дагупилс якобы потерял деньги на реализацию данного проекта. Вероятно, кому-то очень хочется, чтобы именно так и произошло, но на самом деле подготовка к его реализации продолжается. Большая часть денег будет получена из фонда Кахезии. Из той программы, по которой строится путепровод, наше финансирование всех в своем управлении мы получили больше всех. Но, конечно, этого не хватает для того, чтобы закрыть всю необходимую строительство путепровода. Поэтому мы сегодня работаем и по другим направлениям, и с другими министерствами, чтобы получить еще дополнительные средства. И я надеюсь, что нам это удастся. Отметим, в последние годы в Латвии сложилась практика, когда денежные потоки из фонда Кахезии, изначально предназначенные для развития регионов, почему-то оседают в столице. Так, например, за деньги, не дошедшие до Латгалии, Курзама, Витзама, Рига планируют реализовать проект по модернизации трамвайной инфраструктуры. Можно спросить у депутата Сайма, который, наверное, с министерством сообщений должен быть более конкретно, что он делает для того, чтобы Дагупилс получил больше денег для строительства путепровода. А пока самоуправление продвигает проект в одиночестве, и уже в этом году Дума объявит закупочную процедуру на строительство нового автотранспортного узла в Дагупилсе.